Друзья, всем хорошего времени суток. Сейчас мы находимся в Португалии, и это такое антуражное местечко. Это поселок Ажейтау. Место очень интересное, потому что оно находится на Сетубале. Сетубал – это такой полуостров, который с одной стороны омывается речкой Тежо, с другой стороны – это Атлантический океан. И вот в этой части, благодаря тому, что местность гористая, растут много видов хорошего винограда. Соответственно, сам Бог велел здесь быть нескольким винодельням сразу. В прошлом видео, ссылочка внизу под описанием, мы посетили Бакальхоэ, такую винодельню. А вот этот винный дом, который принадлежит уже в седьмом поколении одному владельцу, называется он Мария де Форанцеса. Так, и сегодня мы посетим очередной дом. Это Йоса Мария де Форанцеса. Ну, собственно говоря, давайте заходим и посмотрим, что тут интересного. Ну, антуражность прямо со старта. Вот прямо даже еще не зашли, а уже прикольно. Так, возьмем вход. Небольшой лайфхак, конечно же, надо зайти на их сайт, но зараза, там все на португальском. И здесь есть винные туры, они три раза в день, так на всех виноградниках. Первый у нас в десять. Прикольно то, что весь магазин выглядит довольно так антуражно, как будто бы мы находимся на старой винодельне. И все фоточки, которые есть в интернете, они вот именно с этого ракурса, с которого сейчас стою я. Итак, по ценам. Что интересно, если даже с деньгами коротнуло, здесь можно за пять евро купить подарочный набор. В пять евро будут входить две бутылки шампанского. Правильные упаковки. И есть шикарные наборы, которые по 20 евро. Но, разумеется, есть самый дешевый вариант. Здесь три с половиной евро. Ну и самый дорогой за 350 евро, который мы увидели. Здесь мы переходим в такой шикарный дегустационный зал. Он просто на миллион. И он вот с таким вот выходом в сад. То есть люди, которые здесь кушают вино, они могут погулять еще вот по такому замечательному саду. И сад здесь действительно очень круто. Это дегустационный зал, где люди могут, во-первых, насладиться хорошим вином. Во-вторых, смотрите, какой интересный вид. И здесь, разумеется, можно поужинать. То есть здесь не просто пьют люди, а еще кушают в хорошем ресторане. В курсе начинается вот с такой комнаты. И в этой комнате вам, во-первых, рассказывают о достижениях. Значит, можем видеть, что первый герб у нас датирован 1888 годом. И дальше пошли вот эти вот гербы. Это фактически выставки, ну, победы, которые здесь находились. Ну, которые брали медали за лучшее вино. Королевские цвета, мы уже это знаем, они синие и белые. И это старые вины, поэтому эта бумага уже выцвела. Это вино тоже немолодое. И оно, допустим, зеленого и красного цвета. Но, опять же, время свое, ну, берет. И они выцветают этой бумаги. Здесь мы можем видеть первый конвейер. То есть, можем смотреть вот такое количество бутылок. Одновременно производилось. И дальше два варианта. Это закрутка этикетки. Это установка пробки. То есть, это уже седьмое поколение владеет этим домом. И вот начиналось все именно с этого дома. Именно в этом доме, именно в этих стенах, именно этот пол, все является оригинальным. Здесь ничего не тронуто. Все такое же, как и было. Сейчас выше 7, по-моему, миллионов литров производится в год. И из них остается здесь, в стране, только не более 10-20%. Мушкитово – это очень популярное вино во всем мире. И вот именно с этого дома и начинается история этого винного дома. Здесь можно видеть карты, можно видеть здесь награды, которые были им вручены. И они все являются, опять же, оригинальными. В Португалии очень много оригинальных вещей. Они не делают никаких либо копий. И члены семьи, с которых и начиналась. Вот та самая Мария. Видно ее, нет? И ее первая семья. А сейчас уже седьмое поколение владели этой винодельней. Сейчас мы плавно переходим во двор. И посмотрим. Вот это сама винодельня. Но сейчас мы проследуем сад. Вот такой интересный сад, в который мы попадаем. Это как бы основной парк, в котором есть, при всех винодельнях, есть основные парки. Они, как правило, под Версаль делались или плюс-минус. Но поскольку это самая старая винодельня, они не копировали под Версаль, они просто делали красивый парк. И сейчас мы просто про него гуляем. И нам рассказывают историю винодельного дома, рассказывая о всех его членах семьи. Но на самом деле здесь очень прикольный такая, как это сказать, климат. То жарко, то прохладненько, то соцветия разных растений, которые приятно вкусно пахнут. И много очень разных водопадиков. Сейчас вот такая шикарная бамбуковая роща. Офигенно. Обалденный вид. Сейчас мы проследуем по бамбуковой рощи. И войдем во двор. Сколько это огромный винный дом, разумеется, все вино не может производиться здесь. Но это эталонное место. То есть отсюда все начиналось. Сейчас производство сосредоточено в другом месте. Но сюда привозят дозревать вино. То есть дорогое вино, которое делают, ему надо где-то храниться. И сейчас мы проследуем в одно из таких хранилищ. Оно находится за моей спиной. Сейчас зайдем и посмотрим на то вино, которое стоит целое состояние, которое хранится здесь много лет. Так, за моей спиной мы можем видеть 40 тысяч литров вина. Здесь производится уникальное вино. И уникальность его заключается в том, что вот каждая такая бочка, она может в себя вместить до 2 тысяч литров. И это уникальное дерево, которое называется мохаба. Это такое дерево, которое растет в Бразилии. Это единственное дерево, которое не дает никакого привкуса вину. Огромные такие плашки сантиметром по 50. И можно смотреть, что бочка практически монолитна. Однако это не все бочки такие. Если мы посмотрим вот в эту часть, то это традиционная французская бочка. Про нее мы уже рассказывали раньше. То есть это обычный французский дуб. И 20% вина производится именно во французском дубе. А 80% производится именно вот в этом бразильском дереве. За счет этого и создается необходимый аромат. Дальше, если мы посмотрим на потолок, он здесь бетонный, с двойным дном, что не позволяет прогревать этот анкар. А на полу у нас лежит галька. И это не дает перепада температур. То есть, как бы вы ни хотели, температура здесь всегда будет варироваться плюс-минус 5 градусов. Так, ну, как обычно, я иду замыкающий. У меня есть возможность посмотреть на уникальность. То есть, смотрите, здесь количество паутины. Это реально старый, старый-старый такой амбар, на котором все в паутине. Все в паутине. Здесь ничего не моется, не чистится. Здесь такое, которое много лет стоит. И что интересно здесь, да, сначала были поставлены вот эти бочки на постаменты, и только потом, потом был установлен ангар вокруг этих бочек. Выглядит, по-моему, более чем круто. Вау, впечатляет. Запах шикарен. Ну, на самом деле, говорят, что это самая старая винодельня, которая здесь есть. И вина мушкетел, это просто швака крут. А весь прикол в этом, вот в этих бочках. То есть, эти бочки, сейчас их трудно сделать, но когда-то в свое время их такой большой объем, вот этого уникального дерева, привезли из Бразилии, установили. И каждой этой бочке, мимо которой я прохожу, больше ста лет. То есть, фактически, винодельня была образована вокруг вот этих уникальных бочек. Каждая бочка сто лет стоит и дает уникальный вкус этого вина. Я знал бы, как открывать, попробовал бы. Ну, ладно, этому складу спасибо, нам пора двигаться дальше. Переходим, наверное, опять же, я бегающий турист. Сейчас перейдем, я так думаю, в производственную часть этой винодельни. Приятного ап gender. Пятного ап00? Пятного ап00? Продолжение следует... Продолжение следует... Масса того, что здесь хранится, она не такая уж и старая. То есть мушкетел можно приобрести, допустим, 60-летние, 70-летние выдержки. У них же здесь в магазине. И мушкетел, конечно же, он производится в разных странах, но они особенно горды тем, что такой пурпурный цвет дает только португальский мушкетел. И такой сладкий вкус ты больше нигде не найдешь. Только вот в Португалии все, вот прямо у них эта гордость. И мы на соседней винодельне еще нету дегустации. Пробовали мушкетел, он действительно безумно вкусный. То есть это действительно то вино, которое, ну, прямо с историей. Ну, на антуражность посмотрим. Здесь антуражность, она примерно такая же, как в любой винодельне. То есть, как правило, здесь играют гиригоянские хоры. Ну, та же самая энигма, то, что мы сейчас можем слышать. Запах такой кислинки, знаете, как прокисшее вино такое пахнет. И она здесь везде, везде сырость. И везде такое количество паутины просто, ну, неумоверное. А если мы на саму бочку посмотрим, например, вот видно здесь, то плесень, которая покрывает эту бочку, у нее просто слой. То есть это ржавое кольцо, которое есть, и сверху такой, ну, необычайный слой плесени. Кстати, попробую открыть пробку. Блин, открыл пробку. Вот. Сейчас приколюсь. Не знаю, преступление это или нет, но вот старая пробка. И она просто так стоит. Может быть, это просто развод на лоха. Эти бочки просто пустые. Ну, если так легко открывается пробка. У камеры плохая подсветка, но здесь как бы не должно быть хорошее освещение. Ну, вот так выглядит этот гигантский просто склад. И вот тоже интересная вещь. Здесь хранится бутылочная. Не знаю, ощущение, как будто бы в замок Дракулы попал. Очень кайфово. Крутяк. Так, здесь находится частная коллекция. И частная коллекция, она, конечно же, крутая. Смотрите, сделано так, как будто бы сейчас граф Дракула придет и всем нальет. Бутылки такие старые, все зафигачено. Это все, конечно, круто. Здесь есть, опять же, та же самая история. Вип-бочки, которые повезли в Бразилию, их не купили. Когда их назад вернули, то эти бочки как бы дали необычайный вкус и начали бешеных денег стоить. И здесь есть бочки с 1880 года хранятся в этой коллекции. Но на самом деле это все на лоха. Смотрите. Видите? Нету в этой бочке ни хрена. Теперь я эту бочку возьму. О! Блин, в этой вроде что-то есть. Ладно. Следующую бочку возьмем. Я не знаю, не винодел, но разве можно вот так вот ходить и все эти бочки открывать? Мне кажется, что это просто туристическая тема. И нас просто в очередной раз разводят. Конечно, здесь играет энигма. Здесь рассказывают шикарную историю. Такую же самую, как на Бакалео, на соседнем Виннике. И выглядит оно, да. То есть я сюда за этим приехал, я получаю такой кайф. Здесь реально все круто. Вот это, например, антуражная люстра. Играет энигму, грегорианские хоры. Здесь так кайфово. Витраж. Просто шикарнейший витраж. Вот эти вот бочки с супер-мушкателлом, который говорит о том, что это спешл. Видно? Нет? Блин, я сам загородил. То есть здесь много-много тысяч всего. Но мне кажется, вот я почему-то верю в то, что это все бутафория. Все эти бочки, они просто пустые бочки. И они просто стоят здесь для привлечения туристов. И не более того. А все производится в более современных условиях. Вот мне почему-то так кажется. Ладно, вышли мы из этого замечательного места. И я, как обычно, отстал от своей группы. Ну ладно, есть на то и хорошие новости. Судя по всему, нам нальют. А это уже радует. И будет выглядеть это в этом зале. И выглядеть это будет примерно вот так. То есть все видеокартиночки, вот когда сюда едешь, именно происходят с этой стороны. И теперь, видимо, я тоже буду участник вот этой грандиозной попойки Супер Вин. Вот такая бутылочка, которая находится за моей спиной. Сейчас я ее буду дегустировать. Называется она Перибуито. Это красное столовое вино. Монастырская изба красная. Да. Это хорошая монастырская изба. Да? Да. Такое хорошо. Да, это наша монастырка. Сейчас я покажу эту бутылочку, как она выглядит. То есть вот она, на ней надпись такая резерва. Ну блин, а это монастырка. Это точно монастырочка. Ну, конечно, монастырка, монастырки рознь, да? Бывает такая прям жестокая монастырка. Ну, а это, скажем так, хорошая монастырская изба. Так, сейчас покажу, как выглядит бутылочка мушкетела. Значит, смотрите, это мушкетел де сетту бал. Вот на этой штучке написано, да, да или нет? Нет. Вот наверху. Наверху должна быть вот такая интересная надпись. Мария Йоса де сетту бал. И сейчас мы заценим, что такое хороший мушкетел. Значит, как нам объяснили, чем отличается порт от мушкетела, берут, допустим, 40-летний порту, портвейн, и разбавляют его с десятилеткой. И в ихнем случае они ставят, что 30 лет выдержки этому вину. Ну, потому что такого вина немного. А что касаемо мушкетела, у него делают следующую вещь. Берут, допустим, мушкетел 50-летней выдержки, и его с десятилеткой мешают. И в этом случае это будет десятилетний. Ну, с какими-то нотками. 15 оборотов она. Это же зачет. Это что-то. Вот действительно мушкетел, блин, это крутяк. Офигеть. И эту бутылку скорее для себя зафиксирую. Вот так она выглядит. И это теперь будет мое вино. Вот то вино, которое я прям попробовал и влюбился. Теперь я понимаю, почему все сытоняют от этого винного погреба. Потому что, по сути, этот винный погреб ни о чем. Если мы были в Бакалево, то там, по крайней мере, шикарная история. Там, по крайней мере, есть что смотреть, есть о чем говорить. Есть вообще все. Здесь же нет ни хрена. Здесь, по сути, бутик-магазин. И такая легкая экскурсия, которая просто впаривает вам вино. Но из плюсов. Там мы платили 15 евро за вход. Здесь мы платили 3 евро за вход. И по ощущениям, я вам так скажу, до того момента, пока я не взял в руки вот этот стаканчик, я понимал, что это все полный разводняк. Взял в руки вот этот стаканчик. Я хочу купить такую бутылку. 5 евро стоит эта бутылка. Тушите свежую. Офигеть. Я говорю, я эту бутылку фиксирую. Теперь я буду вот эту лукашку жрать с удовольствием. Просто. Там есть два вида. Так же самое, как на бочках. Там есть бочки с индексом SS. Это тоже Special Settubal. Это вот эта синяя бутылка. Есть бочки с индексом XOS. Тоже Special Settubal. Но оно имеет первомутровый оттенок. В смысле, такой красный как бы получается, да? Да, чуть-чуть краснее. Там чуть-чуть другой виноград. Тот же виноград-мушкетер. Только он вот, ну, чуть-чуть. Мушкетер вообще на самом деле белый виноград. А вот... Слушай, в Латвию поедет ящик вот этого вина. Я не сейчас буду хватать. Я когда домой поеду, я залечу туда, возьму ящиковый. У нас такой хлам продается за такие деньги. 5 евро. Это, кстати, очень красивый в упаковочке. В карта, в обочке. Все мыло. Прощай водительские права. Но это швака круто. Кстати, моя печенка. Сейчас пойдем искать эту бутылку, где он находится. Вон, вот так. Швайки выше просто. Из одинакового года. То есть, получается, за 12 рублей это что? Здесь немножко другой виноград. То бишь, тоже сорт мушкетер. Только он имеет вино при формензации, дает более пурпурный оттенок. А, на самом деле, да, у него цвет чуть-чуть другой. Тот был желтый, а этот такой пурпурный получается, да? Если на свет его взять, у него такая вот бутылочка. Видишь, они цвет, этот темнее, этот светлее. На, и вот этот парень, который потемнее, он стоит 13 евро за бутылку? Нет, потемнее стоит 5 евро за бутылку, а посветлее. И причем, смотрите, как они упакованы. Это она в такой подарочной упаковке. Швах, вот эта бутылка номер один. Просто номер один, а за такие деньги она просто вне конкуренции. Это крутяк. Ну и монастырская изба, конечно, неплохая, но это неудивительно. Вот она, пожалуйста, тоже монастырская. Сколько монастырочка стоит? Здесь несколько, вот видишь, перекита есть. Такая перекита розовая. Вот перекита, которую мы пили, они все, в принципе, 4,50. И вот мы пили вот, типа, бренду перекита, она стоит 9 евро. То есть, вот эта крутая монастырская изба, она стоит 9 евросиков, да? Есть вот попроще, как у нас тоже раньше было. Красная, белая, розовая монастырская изба. Одно время было, там когда-то в конце 90-х. По вкусу, прямо вкус детства. Не, ну да, согласен. Еще один шикарный аттракцион, мимо которого сложно пройти. Его идея следующая. Ты можешь попробовать практически все дорогие напитки, которые у них здесь есть, за 2 евро стаканчик. То есть, берем, закидываем 2 еврика и наливаем. Потому что рассказывать обо всех винах не входило в планы ихней экскурсии, но, тем не менее, они есть. И сейчас мы можем видеть вот все вот эти зачетные вина, которые вот здесь есть по 3 евро за стаканчик. И все собрание здесь можно перепробовать. Я просто хочу зафиксировать для себя, потому что мне эта марка очень понравилась. И опять же, я понимаю, что экскурсия заточена по туристам. И как бы бла-бла-бла здесь слишком много. И я прям бутафории здесь тоже видел, да? Но после того, как начал пробовать вино, ты понимаешь, что бог с ним, с этой бутафории и бог с ним, с этой экскурсии. Вино действительно очень и очень крутое. Я такого не могу сказать о бокаля. Она находится рядом, бокалхоя. Вот. Но мне понравилась история. Вот то, что мне там рассказали про владельца, то, что мне там рассказали про винный дом. Мне захотелось покупать эту марку вина. И рассказывать, что я был на этом винограднике, что я это пробовал и так далее. Здесь нету таких вот особых эмоций с архитектурной точки зрения, с исторической точки зрения. Но здесь есть реально крутое вино. Мушкетел. Которое есть смысл пробовать, есть смысл покупать. Вот эта бутылочка. Вот этот самый цвет. Он уже который в стаканчике. Можем видеть его. Ну, это реально крутое вино. Просто крутое. Есть еще фишка, которую нам здесь рассказали. Значит, смотрите. Если мы берем здесь мушкетел, открываем его и выпили бокальчик. Все, и нам достаточно, то в открытом состоянии она гарантированно не потеряет своих качеств более года. Но единственное условие, которое надо просто, чтобы соблюдалось, это, если вы его пьете холодным, то его нельзя перегревать, а потом опять делать холодным. То есть ситуация такая, что если в холодном режиме она у вас все время в холодильнике стоит, то пускай стоит в холодильнике. Если в комнатной температуре, то в комнатной. Вы ее не должны охолаживать и потом нагревать. Охолаживать и нагревать. Если температурный режим вы не нарушили, то открытая бутылка стоит более года. Это очень прикольно. Но на самом деле эмоции вов. Просто винные эмоции и винная карта здесь очень сильно. С этим вот не поспоришь. Что ж, ребята, заканчивается наша экскурсия в этот винный дом. Ну, я думаю, она была вам полезна. Значит, я сделаю только свои выводы. Мы были на Бакалео, рядом находится. Я просто без ума от той истории. Я без ума от владельца. Я без ума от здания, в котором это все находилось. Но вино, честно говоря, не очень. И мы посетили этот винный дом. И что я вам могу сказать? Что я здесь нашел бутафории больше, чем в любом другом винном доме. И здесь вот как-то она по-пацански, так скажем, сделана. Не по уму. Но то вино, которое продается здесь по сегодняшний день, не то чтобы это лучшее португальское вино, но это лучшее вино из того, которое мне доводилось пробовать. Я, конечно же, ну, не с Амелье и винах не разбираюсь. Это просто мои эмоции, мои вкусовые качества. И в Португалии мне пока номер один именно вот это винодельник. И когда я еду домой, я заскочу сюда за ящиком хорошего вина. А на сегодня это было все. С вами был Владимир. Я надеюсь, эта информация была вам полезна. Приезжайте в Португалию, путешествуйте подольше и подальше. И всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok